Добрый день, уважаемые онлайн зрители. Меня зовут Александр Пую. Я являюсь менеджером-аналитиком представительства компании Альпари в городе Кишинев. Начинаю свой очередной анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Fibonacci. Если вы меня хорошо видите и слышите, поставьте ваши плюсы в чате. Так, на этот раз хорошо видите и слышите. Отлично. Так. Хорошо. Начнем с новостного фона. Сегодня тоже были важные новости по Штатам. Значит, и не только. Замечаем, что по Австралии уровень занятости минус 2,9k. Хотя в прошлом месяце 48,2k. Видите, какая большая разница. И уровень безработицы увеличился в Австралии. Это негативная новость, конечно, для Австралии. Полная занятость опять снизилась. Да, вот по Австралиицу наверняка. Значит, ну, должны идти продажи. Так, смотрим, что еще выходило. Данные. Выходили данные по Штатам. Да, вот видите, число повторных заявок на пособие по безработице за апрель. На том же уровне, что и прогнозы. Значит, получается чуть выше, ну, чуть ниже, чем прогнозы. Чуть ниже, чем прогнозы и предыдущее значение. Но первичные заявки на пособие по безработице получается выше, чем на 3000, чем предыдущее значение и ниже, чем прогнозы. Как бы чуть-чуть позитивные новости по Штатам. Но завтра ожидаем, ну, решающие уже данные по NFP на завтра в 15.30. Да, уровень безработицы, который ожидается, что снизится до 5,4% с 5,5%. Значит, и количество новых рабочих мест ожидается, что увеличится на 224 кей. Хотя, может быть, и меньше. Посмотрим уже завтра. Очень важная новость. Давайте перейдем тогда уже к рынку. Так. Так. Так, евро-доллар. Евро-доллар. Что у нас происходит? Значит, вчера, получается, свеча, дейли-свеча закрылась выше уровня 23,6. Естественно, вот сегодня, видите, за счет лучших данных, да, по безработице, да, предварительные данные вышли лучше и евро корректируется, да, корректируется. Значит, здесь на недельном, еще на большем таймфрейме у нас все-таки остается это двойное дно, которое сформировалось. Более вероятно, откат, откат именно, вот откат от уровня 23,6, видите, это уровень на недельном, поэтому, чтобы его пробило этот уровень, должна закрыться не дейли-свеча, а недельная свеча выше, да, вот и укрепиться выше уровня. И тогда уже откроется потенциал к 38,2. Но пока этого нет, мы можем увидеть откат к этим, вот, предыдущим сопротивлениям, которые сейчас могут стать поддержкой 1.10.50, 1.09.80. Значит, перехожу на меньший таймфрейм. Значит, пока все-таки направление остается на покупку, но только от более низких уровней. На дейли, значит, сегодня посмотрим, как закроется дейли-свеча, если мы закроемся ниже 23,6, то ждем дальнейшего отката, вот к этим, к этим уровню, к этой зоне, которая может стать поддержкой. Вот между 1.10.50 и 1.09.80, 75 или 80, да. Так, на четырехчасовом таймфрейме можно провести линию тренда. Вот видите, данная коррекция в долгосрочном тренде двигается по данной линии трендовой, да. И мы, у нас был вот данный импульс, который дал точку входа от уровня, ну, близи уровня 38,2. И сейчас, сейчас можно взять, пока линия, вот линия на четырехчасовом, трендовая линия действительно, мы находимся выше, выше мувинга, 20-го мувинга на четырехчасовом. Значит, можно провести вот таким вот образом Fibonacci и посмотреть, вот у нас есть линия, да, вот линия на 4-часовом и возможная зона поддержки. Вот здесь уровень 50 и уровень 1, вот уровень 50 получается 1.12.25 и уровень 61.8 и 1.11.90. Если посмотреть еще на меньшем таймфрейме, так, чуть увеличить, чтобы посмотреть точку входа, здесь, здесь есть сигнал на продолжение, вот на 4-часовом, на 1-часовом, вот есть 4 свечи, которые выходят за линию, поэтому движение вниз может продолжиться. И я думаю, как минимум сюда, вот 1.11.90. Если здесь укрепится, вот укрепимся выше этого уровня, то здесь может быть точка входа на покупку. Но уже после пробития откроется дальнейшее, значит, ну, дальнейшее снижение, да, вот, и, ну, к уровням, вот, 1.10.50, в зоне поддержки 1.10.50, 1.09.85. Нужно посмотреть, как себя поведет рынок, даже как закроется дейли свеча, может быть, будет какая-то свечная комбинация, да, вот, допустим, поглощение, не знаю, посмотрим. Если нет, если все-таки линия будет, линия устоит, то тогда, тогда, значит, именно на покупку к максимумам 1.13.85. Я думаю, сегодня пробитие данной линии, да, маловероятно, потому что все-таки данные решающие будут завтра, и ралли, я думаю, тоже на завтра оставим. Поэтому больше всего вот именно вот этот уровень меня интересует, и пока его, возможно, буду торговать со стоп-лоссом небольшим ниже уровня и потенциальной прибылью до вот данного, данного максимума, данного сопротивления 1.13.90. Окей, по евро, я думаю, на сегодня все, ориентиры есть, значит, перехожу на валютную пару фунт-доллар и посмотрим, что здесь у нас получилось. Ну, вчера тоже, так, дейли свеча закрылась, закрылась у нас бычья свеча, вот две бычьи свечи, но вижу, что, вот видите, начало вот этого движения вверх, да, вот следующего импульса получилось от уровня 61.8. Поэтому для поддержки, для покупки, да, вот остается тоже этот уровень, да, вот действительно. Если его пробивает вниз, то тогда уже можно будет там проводить такую вот линию тренда и торговать, значит, фунт на продажу. Если этот уровень устоит, вот укрепимся на уровне 61.8, 1.5100, то тогда уже будет потенциал до вот этих максимума 1.5500. И все зависит тоже от данных по штатам, да, вот как они выйдут. Здесь на 4-часовом видите, что линия трендовая, вот линия трендовая, которая у нас здесь была, вот эта желтая линия, была пробита. И сейчас вот мы находимся в данном все-таки коррекционном движении, потому что импульс, да, вот еще остается данное движение, вот минимум здесь 21 апреля и максимум здесь 30 апреля. И пока уровень 61.8, да, вот он не пробит, тогда остается все-таки потенциальное движение, да, вот именно на покупку все-таки, да, направление я имею в виду. А здесь может получиться такой вот треугольник в принципе, да, вот раз вошли, раз вверх, вниз 61.8, обратно вверх и вниз вот к уровню 61.8. Вот после выхода, после пробития данной линии, вот тогда уже откроется больший потенциал, лучше взять меньше, но с большей вероятностью. Вот замечаете, да, вот этот уровень 1.5100 решающий, да, и данная линия сопротивления, да, который может остановить данный, ну, фунт-доллар в данном треугольнике. И видите, он сужается получается, да, вероятный треугольник, поэтому лучше после выхода из треугольника, укрепления и на хорошем, ну, еще база должна быть фундаментальная. Доллар-иена, перехожу к доллар-иене и здесь, так, вот, так, пока я это уберу, значит, здесь вот открытая была сделка. Значит, я вам показывал данные, данные формирования, но вот после пробития, после пробития, да, вот вернулись обратно. Здесь может быть такое, значит, изменение событий, да, вот если данные выйдут хорошие, получается, мы можем вот сформировать, ну, есть вероятная такая вот разворотная фигура, перевернутая голова и плечи, да, возможно, но пока это только предположение, да, и вот если посмотреть на недельном, да, вот еще у нас были закрыты вот эти свечные комбинации вот на покупку, да, они у нас высоко, мы находимся в данном вот плейте, да, в данной коррекции долгосрочного восходящего тренда по доллар-иене. И здесь есть свечные комбинации на покупку, да, поэтому, поэтому сделка на покупку была открыта еще один момент на 4-часовом. Я заметил, что вот мы получили один импульс, вот мы получили импульс, и поэтому Фибоначчи у нас стоял вот таким вот образом. Вот видите, раз, начало, конец импульса. И здесь еще вот эти длинные хвосты, вот видите, раз, молот на 50-м уровне по Фибоначчи, и здесь еще один молот на уровне 61,8 по Фибоначчи. Поэтому стоп-лосс я померил 25 пунктов, получается, неплохо, а потенциал движения может быть очень хорошим. Поэтому я сделку открыл и стоп-лосс поставил ниже хвоста. Видите, есть уровень 61,8, есть свечная комбинация, и сделка открыта в сторону тренда. Да, вот недавно открыта, поэтому как бы даже и сейчас небольшой стоп-лосс. Но это мое видение, да, вот по иене. Значит, перехожу к валютной паре доллар-франк, и здесь ситуация таким образом развивается. Значит, линия трендовая, вот на 4-х часовом, да, остается непробитой. Значит, у нас импульс остается, вот данное движение, от начала 5 апреля 2015 и минимум 7, не апреля, а мая, да, значит, 5 мая, и здесь минимум. Вот это последний импульс на 4-х часовом. И здесь у нас есть линия трендовая, да, и можно провести и уровни. Вот уровень 50, 61,8, да, 61,8, 0,92, 80 и 50, 0,92, 42. Ну и есть 38,2, но он далеко вот от линии получается. Ближе к линии будет вот уровень и линия сопротивления, и уровень сопротивления, да. И плюс мувинг, да, вот мне больше подходит данный уровень для продажи, да, вот эта зона для продажи. И стоп-лоссы выше, да. Вот здесь где-то на уровне 0,92,45, да, значит, может получить, можем получить точку кода на продажу, да. А пока покупки не совершаем и, значит, продаж тоже, да, несмотря вот здесь уровень 38,2, отсюда может быть откат, но лучше все-таки не открывать пока. Значит, так, что еще вот на, ну, видите, на дейли, на дейли, вот на дейли, замечаете, я провел фибоначи от начала, вот где этот минимум, да, вот этого, этой вот ситуации, да, не знаю, как назвать. Значит, начало и заканчивается здесь, вот данный импульс. И уровень 38,2, заметьте, что доллар против франка начал расти, вот уровня, близи уровня 38,2, и отсюда вот прошли уже, ну, 100 пунктов, да. Перехожу на меньший таймфрейм, видите, близко, но не прямо на уровне, да. Вот это движение, плюс новостной фон, да, более-менее хороший для штатов. Вот уровень 38,2, но здесь на больших таймфреймах получается стопы чуть больше, да. Окей, значит, что может быть? Ну, откат, я вам показывал, откат к уровням, вот, 92,40 или даже 92,80, выше которых должны стоять стоп-лоссы и уже продажа потенциально вот к этим минимумам. Если завтра данные будут плохими, то, я думаю, продолжение укрепления франка против доллара, ну, увидим. Доллар канадский, да, доллар канадский, ну, доллар канадский, не знаю, почему вот не открыл все-таки, да. Потому что здесь были хорошие, хороший, вот, момент для входа. Я объясняю, почему. Во-первых, 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 смотрите, вот это у нас импульс, это у нас тренд, недельный тренд, да. И уровень 38,2, который так долго ждал, да, вот 38,2, 1,19,85 или 19,90, да. И, смотрите, вот, получили такой длинный хвост, значит, его протестировали, да, получили такой вот молот и опять вот был еще один откат к этому уровню. И на этом уровне, значит, получили, вот, дейли-свеча закрылась, вот такая дейли-свеча с длинным хвостом выше уровня. Смотрите, здесь была свечная комбинация, здесь молот на уровне 38,2 на недельном. И, кроме этого, на 4-х часовом еще был молот, вот, видите, ну, или поглощение, вот, видите, на 4-х часовом поглощение. И уровень 38,2, сильнейший уровень, да, вот, Fibonacci на недельном таймфрейме. Ну, и вы замечаете, что еще и на часовом было, значит, поглощение, видите, еще на меньшем таймфрейме. Ну, получается, здесь большие стопы, но все равно, да, вот, видите, уже 150 пунктов, да, почему-то сделку не открыл. А, еще и на 15-30-минутном, вот, видите, этот молот, да, вот, но, вот, были, были хорошие сигналы, да, можно было открывать даже на этой, видите, здесь, получается, стоп-лост еще меньше, 30. Направление на большем таймфрейме, а на меньшем таймфрейме мы получили свечные комбинации, вот, на всех таймфреймах. Да, если посмотреть на 15 минут, ну, смотрите, здесь тоже молот, такой длинный хвост, который давал бы возможность еще 25 пунктов, видите, ставить стоп-лост, даже ниже, ниже хвоста. Да, и вот, видите, где мы уже были бы. Ну, упустили момент, что может быть дальше, да, вот, дальше подход вот к уровню, к максимуму 21.85, 1.21.85, 1.21.85, здесь, здесь и, ну, линия, да, линия на daily, moving, 20-й moving, но мне важно, как закроется вот эта свеча daily, тоже, вот, как закроется. Если получу дополнительную свечную комбинацию, то будет вероятное пробитие, да, вероятное пробитие и формирование двойного дна. И откажу, ну, это двойное дно может отработаться уже выше до уровня, вот здесь получается где-то 200 пунктов, 200 пунктов, где-то до уровня 1.23.80. Но это только предположение, значит, после пробития только, да, или отката, вот отката вот уровня, отката и уже на покупку, да. Ну, как минимум 23.6, здесь есть 1.23.00, да, 1.23.10, вот, 23.6, да, вот сюда укрепление и, возможно, еще раз вниз. Или, да, вот на меньшем таймфрейме, ну, вот видите, вот мы можем остановиться в данном, в данном коридоре, да, вот отсюда вниз, да, все зависит от того, как закроется, получу я дополнительный сигнал для подтверждения направления и после отката, да, буду искать точки входа на покупку и плюс данные по, по штатам, да, по безработице. Завтра выходят и данные по, завтра выходят и данные по Канаде, да, и если они выйдут хуже, то, вот видите, по прогнозам в Канаде, вот по прогнозам в Канаде, так, минус 5, да, значит, число занятых, да, негативные прогнозы и безработица, вот по прогнозам, вырастет на одну десятую процента. Посмотрим, да, вот только завтра увидим, что будет с точки зрения техники и фундаментальной новости, как себя поведут. Так, австралийский, вот австралийский тоже дал мне возможность зайти, вот я вам показывал, так, я вам показывал, показываю еще раз. Сегодня, так, сегодня выходили данные, вот видите, Австралия, 6,2 безработица выросла и минус 2,9, минус 2,9, значит, занятость. Снизилась занятость и безработица выросла. Негативные новости по Австралии плюс, значит, плюс, что здесь еще есть, значит, негативные новости. А что еще, вот что еще, вот у нас был, вот уровень 23,6, видите, 23,6 можно было открыть еще выше, да, вот сделка, вот видите, 75 пунктов от уровня 23,6, да, откат. Посмотрим, при выходе новости, вот видите, получается, так, сейчас еще раз новость, во сколько выходила новость, 4,30, 4,30. Видите, видите, после новости мы пошли еще вверх, да, вот укрепился, да, вот австралийский, и уже от уровня началась продажа. Здесь еще вот если стоп-лосс получилось вот небольшой, да, поставить, если пробьет и мувинг, да, 20, то уже у меня откроется потенциал еще ниже, да, вот к уровням 50 по Fibonacci от данного тренда. Да, вот, ну, краткосрочного, да, вот тренда, да, вот взял весь этот тренд и поставил Fibonacci. Вижу, что от уровня 50 был откат, да, вот на 200 пунктов, поэтому вот 38,2 и 50, вот больше 50, да, вот уровень для поддержки, для закрытия сделки. Так, 0,78, 15, да, вот. Вот, хотя, хотя вот что еще один момент, который есть на австралийце, по австралийцу, это вот на недельном, видите, такой вот длинный хвост, ну, на уровне, на уровне 23,6 получается, поэтому, поэтому движение может продолжиться даже до уровня, вот до поддержки, 0,75, 30, да. Значит, плюс на, ну, на месячном таймфрейме даже вот есть сигналы на продолжение, да, на продолжение, поэтому мы можем обратно вот к этим минимумам подойти. Вот, вот есть 4 свечи, которые выходят за нижнюю линию Bollinger, поэтому для меня вот есть продолжение, это на долгосрочный, да, среднесрочный, долгосрочный период. Если у меня получится выдержать сделку, то тогда вот минимум сюда, вот где-то 100 пунктов, да, часть можно будет здесь закрывать, часть оставить, но если уже пробьет 0,78, 15, то уже тогда только откроется, можно будет добавлять на продажу до уровня 0,75, 80. Значит, пока так, значит, смотрите, здесь на меньшем таймфрейме, ну, вот видите, на меньшем таймфрейме, сейчас я покажу на меньшем таймфрейме, что здесь было, даже вот на меньшем таймфрейме, вот такая вот голова и плечи, маленькая голова и плечи, но зато, зато в правильном направлении. Но я имею в виду, смотрите, и дальше вот как будет продолжаться, вот раз, два, три, четвертое, если откроется опять ниже, то продолжится. Уже после того, как пройдет, да, вот пройдет, если пройдем больше, ну, больше 40 пунктов, да, до 50 пунктов, уже буду менять без убыток, да, и оставлю сделку. Но если пробьет мувинг 20, да, вот я поменяю стоп лосс вот, ну, вот под мувингом, ниже, ниже цены открытия, но если не пробьет, то уже наверняка закрою сделку. Так, новозеландский, новозеландский, получается, тоже, тоже продолжает вот отрабатывать данную двойную вершину, да, вот вроде бы сомневались, но сомнения, что касается техники, техника показывала совсем на другое, да, вот видите, здесь пробили, ну, вот видите, раз, два, двойная вершина, здесь где-то 150-160 пунктов, и вот видите, до уровня поддержки. Здесь она отрабатывается, величина, и подходим к уровню на дейли, до уровень поддержки 0.7440. 0.7440, конечно, здесь уже на продажу не откроешь, возможно, после отката, после отката, да, уже на продажу, опять данные, или после пробития, после пробития укрепление на выше, ниже уровня и на продажу к минимумам 0.7100. 0.7200. Значит, здесь, кроме того, ну, видите, получается, можем обновить минимумы. Коррекция была очень, ну, слабой такой вот коррекции. После такого сильного импульса коррекция пока слабая, но она может продолжиться, поэтому продажи вот здесь нужно будет остановить. Значит, на еще большем таймфрейме, на месячном получаем, вот видите, здесь такое формирование даже, вот видите, раз, два, три, вот такие вершина тройная, или даже не, вот видите, мы, получается, закрылись, цена закрылась, цена закрылась, закрытие было ниже, ниже вот этого минимума, да, вот здесь была поддержка, получается, 1 августа 2013 и откат сюда и закрытие, закрытие ниже и от него, вот видите, 250 пунктов уже вниз. Ну, как бы направление, да, вот видите, вот здесь тоже виден этот минимум, да, вот получается 14 июля, вот 8, это не 25 августа 2013, вот 2013 год, здесь откат сюда и вниз, вниз. И плюс данные по безработице тоже выходили слабые по Новозеландии, тоже слабые данные, да. Поэтому это движение мы и видим сегодня. По технике были, да, вот техника нам говорила то же самое на продажу, и здесь вот дополнительная вот свечная комбинация, и вот сегодня она продолжается, вот на сегодня после отката можно было открывать сделку тоже, да. Ну, конечно, сигналы были, ну, я придумал вот по этот, вот в этот гэп, да, ну, видите, гэп не закрыли. Продолжается движение. Ну, здесь уже поддержка, продажи, конечно, нет смысла, да, вот что касается покупать отсюда, я думаю, лучше все-таки дождаться отката и уже искать точки входа на продажу, потому что мы находимся ниже, тренд нисходячий, да, лучше не покупать, а вот подождать отката и уже от линии, от уровня заходить на продажу. В качестве импульса, в качестве импульса вот данное движение вот можно взять. Посмотрим, где мы остановимся уже после отката. Вот видите, откат к уровню 50, может быть даже 38,2 или даже 61,8. Да, торопиться не надо, лучше ближе, ближе к выходу новости. Откат будет, я думаю, вот сюда, и уже тогда можно будет открывать на продажу. Так, золото. Значит, по золоту, по золоту, вот видите, формируется тоже треугольник, да, получаем вот такой вот треугольник. Смотрите, раз, раз, вот, был такой вот, вроде, расходящийся треугольник, и сейчас получаем вот сходящийся треугольник. Вот, раз, два, три, сюда, да, возможно, и уже завтра, завтра увидим, да, вот, выход, я думаю, выход из треугольника. Завтра, да. Сейчас, что происходит? Значит, если посмотреть в данном треугольнике, смотрите, импульс, вот я беру это данное движение в качестве импульса, и смотрю, 61,8 не пробит, идем вниз, да, от уровня 61,8 вниз, хотя были такие вот сильные свечи, да, вот, бычи, вроде бы сейчас, сейчас пойдет дальше вверх, но 61,8 устоял, и идем вниз. Сейчас, что происходит? Беру обратно, вот, смотрите, ставлю вот таким вот образом, и вижу, что 61,8 тоже, да, вот, пока, пока устоял. Значит, здесь получается неопределенность, видите, вот, неопределенность. Вот, импульс взял это данное движение как импульс, и обратно до уровня 61,8. Получаем отсюда, вот, получили откат, да, сейчас обратно сюда, но может сформироваться фигура, да, вот, какая-нибудь фигура для продолжения только после пробития, да, вот завтра, я думаю, увидим пробитие, после пробития 61,8 уже, я думаю, золото может пойти и ниже, да, все, все может быть, хотя с повышением процентных ставок, я думаю, они торопиться не будут, и это не будет в июне, и, возможно, даже не в сентябре. Итак, посмотрим, посмотрим, как себя поведет рынок, и что здесь важно, лучше все-таки подождать выхода из данного треугольника. Раз мы его заметили, я думаю, лучше подождать пробитие, или мы пробиваем вверх уровень, ну, видите, 1199, да, или 1198 получается, да, вот, укрепляемся выше, да, следует импульс, после отката уже заходим на покупку. А сейчас непонятно, если пробьем вниз, вот, видите, пробьем вниз 61,8, да, вот здесь у нас уровень 1180, да, тогда уже остается уровень 1170, да, для, которые тоже должны пробить, и вот после пробития данного уровня может открыться уже, ну, потенциал для дальнейшего снижения, хотя ситуация в экономике США не такая радужная, как они думают, да, поэтому посмотрим, посмотрим, все по ситуации будем торговать, поэтому сегодня сделки уже по золоту не совершаем, значит, и то же самое по серебру, да, то же самое по серебру сделок не совершаем. Завтра уже увидим, как себя поведет рынок. Значит, выход из треугольника по серебру тоже треугольник такой формируется. Смотрите, раз, вот, видите, раз, вверх, вниз, вверх, вниз, и отсюда опять. Значит, здесь уже нужно пробить 1665, вот этот уровень пробить нужно, сопротивление, чтобы открылся потенциал дальше к уровню 1725, 1730. Или пробитие вот данной линии, да, вот пробитие, ну, я думаю, здесь должны пробить, так, ну, как минимум, вот данный уровень 1620, чтобы мы пошли ниже к уровню 1565, да, вот данный уровень. И тогда уже здесь просто технически, вот видите, есть такая вот фигура, вот, голова, ну, плечо, голова, плечо. Вот, и здесь, поэтому, вот видите, мы пришли сюда к линии, к мувингу, да, и обратно. Поэтому завтра возможно, да, возможно, что продолжится вот снижение серебра. Но все-таки в треугольнике мы не торгуем и ждем пробития. Наше предположение должно оправдаться. И тогда уже заходить и брать с большей вероятностью свое. Так, и сейчас, сейчас я отвечу на вопрос Наталии, Александр, завтра на нонфарме будете торговать и какие вы пары посоветовали? Значит, на нонфарме я торговать, посмотрим, по ситуации буду. Значит, я вам дал ориентиры, видите, ориентиры, которые есть. И в зависимости от ситуации я буду торговать, понимаете. У меня ориентиры есть, направление я вам тоже вот уже посоветовал. Можете посмотреть запись в ютубе, да, вот посмотреть еще раз и размыслить информацию. Если будет так, если я вам показывал уровни, в зависимости, как будет развиваться данные и, ну, ситуация, как будет развиваться и какие данные выйдут. Если данные выйдут хуже, то для меня вот золото и серебро вот под вопросом их, вот жду вот по данным, по данным инструментам, да, вот сделку, жду пробития уровня, чтобы мог, чтобы открылась для меня потенциальная, хорошая сделка, да, на краткосрочный период. Видите, здесь очень большое скопление ордеров, здесь большой треугольник на Дели. Если мы выйдем из этого треугольника вверх, то откроется хороший потенциал, да, демокрития уровня. Демокрития уровня. Субтитры уровня. Демокрития уровня. Продолжение следует...